Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Вот посмотрите, как я перемалываю семена льна, тыквы и расторопши. Вот таким вот образом. Вы представляете, какой это белок, клетчатка, это чистильщик, чистильщик печени. Вот такую вот делаю повышенную биологическую ценность. Но здесь у меня еще раз трио. Перемеленные семена расторопши, перемеленные семена тыквы и перемеленные семена льна. Все один к одному. Это добавлять можно куда угодно. И в каши, и в овощевые всякие виды икры, и в мясные, рыбный фарш добавляйте, в гарниры, в фруктовые салаты, в сыр добавляю, в молоко, в кефир, йогурт, в мюсли, в соки, в фруктовое пюре. Когда вы пекаете, добавляете туда вздобу. В общем, подходит для всего. И прекрасно, я скажу, даже идеально очищает организм. Кишечник помогает понизить массу тела, поскольку вы очищаете, но кишечник чистит вообще уникально. А через кишечник питается организм. Ведь на стенках кишечника все эти капилляры кровеносные, через которые проходят витамины, микро-макроэлементы, которые и насыщают нашу кровь здоровьем. А если на ваших стенках кишечника бляшки, если грязный кишечник, знаете, как трубы грязные, тогда ничего не получится. Вот для этого я употребляю. Ну и, конечно же, печень. Если вы перемалываете расторопшу, вы чистите печень. Но я делаю и другие варианты. У меня есть на канале белковая приправа от Кэтрин Докс. Наберите, посмотрите в плейлисточках добавки и банды. Или внизу в описании под этим видео, прямо вот тут вот внизу под описанием, я обязательно сделаю ссылочку. Всегда внизу в описании смотрите. Это как дополнение к этому видео. И вы будете приятно удивлены. Как можно использовать лен, какие способы и как я это делаю, чтобы было идеально для организма. Это наука, дорогие мои, называется нутрициология. Не диетология, нет, нутрициология, при помощи которой, когда с каждым приемом какого-то питания, вы делаете здоровье своему организму и молодость, а также вы оздоравливаете своих родных и близких. Это вам не жареная картошка и не отварные макарошки. Лен всегда добавляйте. Даже если у вас нет тех других вариантов, которые у меня, возьмите просто льняные вот эти семена. Потому что льняные лигнаны – это природные фитоэстрогены. Они эффективны в борьбе с развитием онкологии. А мой канал именно на это направлен. На борьбу с онкозаболеваниями. На борьбу с циррозами всяческими, с циррозами печени и так далее. Именно на борьбу. Поэтому одна из первых задач, чтобы кровь была всегда чистая. Чтобы в кровь поступали правильные вещества. Я думаю, что кто интересуется нутрициологией, кто давно на моем канале, перестали добавлять картофель, делать пюре, и жарить картофель, жарить котлеты и употреблять свинину. Потому что именно это катастрофически, катастрофически влияет на старение. На старение внутренних органов. А потом это, конечно, на лицо. Вот идешь, смотришь, вроде молодая женщина, 50-60 лет. А такие отеки под глазами, над глазами. Смотришь на эту отечность и думаешь, 100% эта женщина каждый день добавляет картошку. Либо в супах у нее картофель, в борщах картофель, либо пюре, либо жареную картофель. Она жареный картофель употребляет. И 100% ест свиное мясо, а может даже и сало, жиры вот эти все, концентрированную пищу ест, дешевые макароны ест. И это налицо. Любые макароны налицо. Потому что, когда вы в себя впихиваете крахмал, он превращается в сахар, то уже никакой лен не спасает. Попробуйте одну неделю обойтись без картофеля. Замените картофель топинамбром, и вы увидите через неделю. Ну, естественно, жареное есть нельзя. Жареное – это однозначно. Все. 21 век. В 21 веке никто не жарит. Только люди, не способные принимать мудрость, продолжают все жарить. А я буду жарить. Оно же вкусненькое. А ничего, что вы травите своих родных и близких. Ладно вы себя, но за что детей. И вот, Лен, это фитоэстроген. Фитоэстроген – это уникальный продукт, должен на столе быть у каждого. У каждого человека. Самый главный борец с развитием онкологии. А потом еще льняная клетчатка, она же обволакивает стенки желудка. Она же препятствует развитию воспалений. У кого частые гастриты. Вот нужно выбивать, ну, я так называю, выбивать слизь из семян. Просто в теплой водичке на вечер. В теплой, не в горячей. Одну столовую ложку на 200 мл воды залейте. И утром выпейте вот эту слизистую жидкость натощак. И делайте так 10 дней. Все. Вы посмотрите, как желудок, и ваш кишечник скажет вам спасибо. Это один из секретов. Второй секрет. Вот эту слизь, хотя бы ложечку, добавляйте деткам в йогурт. Добавляйте своим деткам в йогурт. Ну, конечно, йогурт должен быть домашний. Я аж не говорю сейчас о покупных. Покупной йогурт, опять вычеркиваем, покупной йогурт – это концентраты, красители, химия, подсластители. Это убийца детей. Это никакой не помощник. Никакое это не здоровье. Это ничто. Это выброшенные деньги и выброшенное здоровье на помойку. Только сами делаем йогурты сами. Берем молочко, покупаем, не в магазинах. Находим человека, у которого есть корова или козья. Конечно, в идеале это козья. Делаем кефир. Дальше добавляем туда фрукты. Взбиваем в блендере. Добавляйте мед. Вот немножечко капельку вот этой слизи из льна. Вот это супер. И натощак вместо завтрака ребенок такой йогурт с удовольствием съест и скажет вам спасибо его внутренний организм. И вы спокойно отправляете в школу или в садик или еще куда. И вы знаете, что вы зарядили ребенка, его иммунную систему зарядили. Зарядили здоровьем его кишечник и его желудок. И уже дальше, если что-то он там даже принимать будет, питание какое-то не очень хорошее в садике, защиту-то вы уже дали. Но и сами обязательно употребляйте такой йогурт сами. Йогурт с добавлением слизи, вот которая утром образовалась на вашем льне. Еще раз. Столовая ложка на 200 мл теплой воды с вечера залили. Утром эту слизь можно либо просто выпить, либо если ребенку, добавьте ему в йогурт. Или в кашку. Самый идеальный вариант, конечно, натощак выпить. Почему я говорю 1 столовая ложка? Теперь вот это. Был вопрос такой. Еще в прошлый раз, когда я говорила, 1 столовую ложку кефиром заливать. Я и водой заливаю, и кефиром. Так вот, почему вопрос 1 столовая ложка? Я не ответила на этот вопрос, я сейчас отвечаю. 1 столовая ложка молотых семян льна содержит почти 2 грамма омега-3 жирных кислот. Вот поэтому. А это же оказывает лечебные действия на работу сердца и сосудов. Именно поэтому. Очень полезно для желудка семена льна и масло. Масло льна, я о нем рассказывала, у меня есть видео. Масло – это мой постоянный продукт дома. Это мой суперфуд. Вот то, что вы сейчас видите перед глазами, это лен, кунжут, семена подсолнечника, семена голосеменные тыквы и еще орехи грецкие. Вот это и есть моя белковая приправа. Но я перемалываю это все. Всегда на неделю готовлю баночку. И по чайной ложке добавляю, допустим, в гречку, в рис, добавляю в чечевицу, добавляю в овсянку, во все-во все каши. В салаты добавляю. И это замечательная белковая приправа. Но внизу конкретно, если вы хотите, есть описание. Кунжут – это тоже незаменимый продукт. Он всегда у меня есть на столе. Я кунжутом посыпаю любой салат. Любой салат зеленый, где много зелени, я посыпаю кунжутом. Или вот такой вот биологической приправой, вот этой белковой приправой, вот этим своим придуманным суперфудом, скомпоновым, скомпоновым каждым семенем. Такая уникальная, скажем, компоновка. И это же профилактика инсульта, инфаркта. И кроме того, почечной недостаточности. Особенно, особенно гипертоники. Обратите внимание, у вас вообще должно быть. Да это вообще у всех должно быть. У кого дети растут? У кого дети растут? Обязательно добавляйте деткам. И делайте им, если даже вот вы хотите им отрезать кусочек там хлебушка или еще чего-то, в выпечку кладите вот эту белковую приправу. И когда вы чем-то мажете, делаете бутербродик, насыпьте туда одну чайную ложечку вот такой приправки. В тот самый бутербродик. Обязательно. То есть везде давайте как добавку. Добавляйте белок. Белок, строительный материал. Там же есть сизамол, сизаминол. В природе почти нигде не встречается он. Только в кунжуте. Помните? Сизамол. А он снижает показатели холестерина в крови. И масло, да. Кунжутное масло, оно, конечно, дороже, чем льняное. Но я его все равно беру. Потому что я люблю делать плеяду масел. Смесь масел. Это так полезно. У меня будет видео, и я там расскажу обязательно про льняное масло. И у меня и было еще, и еще будет. Там более такая важная информация. Как справиться с несколькими видами заболеваний при помощи льняного масла. А кунжутное масло, оно же улучшает состояние волос, кожи, ногтей. Поэтому кунжут добавляйте везде. Это такие семечки, которые уместны и в соусах, и в салатах. И на пару котлетки, когда делаете. И оптимальное вообще количество кунжута в день, это 3 столовые ложки. Но мы немножко, мы один к одному добавляем в эту белковую приправу. И получается у нас, когда мы по пол чайной ложки, мы всего нужного нам белка, или по чайной ложке добавляем. И ребенок наш заряжен. Также вы можете это добавлять в йогурты. И в любые, в любые, в любые абсолютно десерты. Потом тыквенные семечки, я рассказывала, это вообще кладезь белка аргинина. И он способствует расширению сосудов. И, конечно, из-за этого улучшает ток крови. Из-за этого ток крови улучшает. А это профилактика гипертонической болезни опять-таки. И противоглистная атака. Это вот как раз тыквенные семена. Вы всегда, когда добавляете такую приправу, запомните, вы всегда ребенку или себе, или своим родным, близким делаете противогельминтовую такую профилактику. И еще, еще нужно обязательно знать, что тыквенные семечки, они еще нормализуют уровень глюкозы в крови. И рекомендованы диабетикам. Это я вам говорю, поскольку нутрициология моя фишка. Очень люблю тыквенные семена, потому что там высокая концентрация витаминов АЕ. А АЕ вид это витамины молодости, упругости и гладкости кожи. И масло. Тоже обратите внимание на масло тыквы. И вот когда мы делаем, создаем смесь масел, вот это и есть уникальное масло. Когда у вас тыквенное, кунжутное, льняное масло, подсолнечное, вот этот квартет. А еще если вы в этот квартет квинту добавите, как последний аккорд, оливковое масло, и этим будете поливать салаты, вот ваше здоровье. Здоровье ваших родных и близких обеспечено. Разнообразьте орехи. Не стесняйтесь, не зацикливайтесь, например, на одних грецких, или только на лесных, или только на арахисе. Не надо. Вы разнообразьте орехи. Вот если миндаль, миндальные орешки вы периодически покупаете, это прекрасно, потому что орешки миндаля, они нормализуют уровень жира в общей массе тела и крови. Они уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний у больных диабетом. Миндаль – это альтернатива животному белку. Он питательный, он дает такое длительное чувство насыщенности, поэтому можно несколько семян миндаля держать, и если вам хочется перекусить, вы просто можете один орешек миндаля съесть. И переесть миндалем невозможно. И он рекомендуется при похудении вот таким способом. Из миндаля можно приготовить масло, есть миндальное масло. Да, оно дорогое, но оно шикарно. И еще я делала миндальное молочко, и не только миндальное, я делала другие виды молочка. У меня есть видео, посмотрите, я периодически это делаю. И овсяное молочко тоже делала. Ну, про грецкие орехи, наверное, все знают. Тут просто сказка. Снижает риск ишемической болезни сердца и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это номер один грецкие орехи. Мозг, конечно же, у вас будет светлая память. Уменьшает связанных с возрастными и неврологическими расстройствами симптомов. И еще защищает мужчин от ракопростаты. Мужчины, обратите внимание на грецкие орехи. Потому что там есть токоферолы. Вот благодаря токоферолам. Когда заучивала я вот все полезные свойства, например, кэшью, лесного ореха, фундук. Или когда я заучивала, я запоминала еще и по форме. Брала, например, грецкий орех. И когда мне нужно было запомнить, а это мое хобби, мне надо много запоминать, чтобы помнить, вот человек, например, встречается мне и говорит, вот, Катя, как ты считаешь, ты же занимаешься нутрициологией. Вот у меня с памятью проблема, что делать. И у меня раз, сразу в голове грецкий орех. И вот это вот то, что он в виде мозга, да, форма ядра грецкого ореха, так визуально, что она напоминает. Человеческий мозг, вот не зря их считают продуктом очень полезным для нашего интеллектуального центра управления. И я сразу бац и говорю, грецкие орехи, что у тебя есть? У меня грецкие орехи, все, грецкие орехи. Для его функционирования полезны жиры омега-3 для мозга. А там как раз в грецких орехах это полно. Семена подсолнуха, но только не жареные, я добавляю в белковую приправу. Не жареные, жареные нет, жареные можно выбросить, они не нужны. А вот не жареные, потому что при жарке вы убиваете все, и причем то даже количество масла, которое находится в семечке, если оно становится жареным, это может быть и вкусно, но это вообще не полезно. Поэтому только не жареные. Для моей приправы берем очищенные семена подсолнуха, не жареные, повторяю. Вот тогда они ценные антиокислительными, антимикробными и антисептическими свойствами и внушительным количеством магния, таким большим количеством магния. А еще витамин Е, В, и цинк, калий, и селен. А это кожа, это красота, это профилактика инфекций дыхательных органов. И рекомендовано, конечно, зимой и в межсезонье. Еще раз, только сырые или пророщенные. Вы не ослышались. Семена подсолнуха, только пророщенные, мы их, я их употребляю. Я добавляю их в салат. Пророщенные семена подсолнуха. В идеале, именно в них концентрируется все то, о чем я сказала. Ну, про орешки кешью я рассказывала. Чем они могут похвастаться? Они могут похвастаться высоким содержанием железа. А это необходимо для профилактики малокровия. Кровь, кровь, кровь. Это самое главное. Это бензин нашего организма. Он должен быть чистый. Грязный бензин, машина будет ездить плохо или вообще сломается. А чистый, это да. И точно так человек, если кровь чистая, если она без алкоголя, без наркотических каких-то препаратов, без химических, если вы не держите свой организм на постоянных лекарствах, и ваша кровь чиста, то вы будете чувствовать себя отлично. Вы будете жить долго. Вы будете, ну, конечно, на все воля Божья, но Бог любит же мудрых. Он же любит мудрых. Он же не придумал химические таблетки и не сказал вам употреблять. Это же люди придумали таблетки, присадили вас на них. И довольные фармацевтические компании получают свою прибыль от дураков. Все, дураки просто присаживают сами себя, свой организм просто тупо присаживают себя. И я удивляюсь, люди с 40, с 30, такие молодые люди, в 40 лет, в 30 лет, в 50 лет, такие молодые люди сидят на каких-то таблетках. От давления вот я выпила, от бессонницы я выпила, от головной боли я выпила. Пачками, пачками в себя вкидывают. Просто удивлена. Просто удивлена. И стоят аж в очереди в аптеку. Постоянно. Вот у меня на лекарства не хватает. То есть в первую очередь лекарства. У нее не на кэшью не хватает. Не, не на кэшью. Она об орехах, о семенах, она вообще даже не думает. Она думает, как вкинуть в себя химический препарат и быть здоровым никогда человек здоровый не будет, если он присадил себя на химию. Его кровь – это химия. На химии, искусственно, химия, кровь, наш организм не приучен. Этот человек просто мучить себя будет. Мучает. Он себя мучает. Дальше ему и эти уже не будут помогать таблетки. Он уже будет усиливать дозу. Дальше и тень. Ну, то есть вот это таким образом и сажают. А кэшью не пробовали? Вот там железо огромное. Это профилактика малокровия. Это чистая кровь. Деткам не забывайте покупать кэшью. Не надо, дорогие мои, экономить на детях. Никогда не экономьте на денег на детях. Экономьте на себе. А на детях не экономьте. Потому что то, что вы заложите с детства в них, вы потом будете пожинать уже в 15, 16, в 20 лет. С самого детства, если вы отказываетесь делать пюре из яблочка натурального ребенку, а покупаете закатки, вот эти вот, которые там по году, по трём, по четырём месяцам баночки и кормите своих малышей закатками, то не ждите ничего хорошего. К пяти годам вы получите весь букет. Весь букет болезней. Потому что, дорогие хозяйки и хозяева, быть мамой и быть папой – это огромный труд. Это огромная работа. Быть мамой и быть папой. Также огромный труд быть женой и быть мужем. Поэтому руки в ноги и пошёл. Покупать кэшью, покупать грецкие. Или выращивать. Как хорошо, когда выращивают люди. Как хорошо, когда люди компонентуют и делают чаёчки, собирая сами травы. А для этого надо получить мудрость. Получили мудрость бесплатно. И всё. И прекрасно. Да, про кэшью я хотела ещё сказать, что люди, у кого сахарный диабет. Я знаю, меня там смотрят. Несколько моих интернет-сестричек. И один интернет-мальчишка смотрит меня. Виталечка. Значит, у кого сахарный диабет, полезный для нормализации уровня глюкозы. Запомните. Вот это самое, вот эти орехи. Именно кэшью. И работники умственного труда, как я. Дорогие мои. Смотрите, тут такие орешки кэшью. Они богаты тиамином и фосфором. Поэтому это избавляет от утомляемости и то, что называется туман в голове. Тумана в голове не будет. Иммунитет. Ещё они бактерицидные и противовоспалительные. Поэтому защищают нас от сезонных простуд, от гриппов, вирусов. И в целом повышают иммунитет. У кого высокий иммунитет, тот не болеет никакими ковидами, шмовидами и всякими видами. Это я точно знаю. Никакими видами мы не болеем. Те люди, которые мощно повышают свой иммунитет. Они впихивают в себя химию. Лесные орешки, а также оккультуренный фундук. Ну, лесные орешки – это как бы дикий фундук, скажем. А есть оккультуренный, более большой. Но суть одна. Я изучала и лесные орехи, и оккультуренный фундук. Я изучала состав лесных орехов и фундука в общем. И то, и другой, другой вид богаты витаминами В и группы В. Поэтому укрепим кости, мышцы и наладим правильное функционирование нервной системы. Там алииновая, пальмитиновая, стеариновая органические кислоты. Они блокируют накопление холестерина в крови и препятствуют возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. И тоже не забывайте про арахис. Арахис используйте тоже. Кстати, в свою белковую приправу я тоже добавляю арахис периодически, если он, когда он у меня есть. Тоже нежареный. Арахис нежареный. Все, что я перечислила, должно быть нежареное. Полифенол в арахисе. В арахисе есть полифенол. Поэтому арахисовое масло очень хорошо. Арахисовая паста. Прекрасно. Арахис, там полифенол. Это защита клеток от атаки вредных свободных радикалов. А значит, сохранение молодости. А значит, это противоонковое. Арахис противоонковое. Такой продукт противоонковый. Это у меня тоже один из фаворитов. А линолевая кислота помогает снизить холестерин. Это, как известно, служит профилактике атеросклероза. И за счет биотина полезен беременным женщинам. Биотин там есть. В общем, арахис, он тоже уникален. Это продукт диетический. Он тоже утоляет чувство голода надолго. И может заменить полноценный прием пищи. Из него можно вкусные арахисовые пасты делать. Самим даже. Я делаю на основе меда. Просто перемалываю арахис. Иногда делаю смесь. Арахис и грецкий орех. Смешиваю с медом. Прям взбиваю. Чуть ли не добила. И все. И мажу. У меня получается вот такая арахисово-грецкая паста. Вот такой вот есть секрет. И да, кто спешит, тот убегает. Потому что там пишут мне, что вы долго. У меня как радио. У меня такой контент, как, знаете, не надо напрягать глаза. Не надо вот это смотреть, уставиться. Занимайтесь своими делами. Слушайте полезную информацию. Я это стараюсь делать для своих родных и близких, детей. Но и у меня интернет-семья такая большая. И для вас, дорогие мои слушатели. И я поняла, что это удобно. Как радио. Вы занимаетесь своими делами. Я там что-то чирикаю. И прекрасно. Но я стараюсь чирикать то, что полезно для нашей жизни. Чтобы жить. И жить в силе, в здоровье, в радости и успешной жизнью. Вот таким образом я стараюсь. У меня как журнал. Просто как журнал. Листаете странички. Включили себе. И занимаетесь своими делами. Заодно слушаете. Поэтому, кто спешит, сразу я вам говорю. Это такое. У меня журнал. Радио. Радио. Это вот я вам арахисовую пасту. Самую простую сказала, как я делаю. А мы, если я не забуду. Но я думаю, что я не забуду. Я же фундук ем. Кэшью ем. Грецкие орехи ем. А грецкие орехи – это же череп. Это мозг. Это брейн. Это всё. Понимаете? Это вся голова. Ещё семена чья. Дорогие мои, семена чья. Я вам показывала. Может быть, года два назад или три. У меня... Я всегда покупаю семена чья и киноа. А ещё я вам открою секрет. Семена амаранта – это тоже самое. Причём разных видов амаранта. То, что мы называем щерица. Амарант бордовый. И другие виды амаранта. Вот это всё я собираю в одну баночку. Смешиваю семена мечья, семена киноа. Всё. Вот эти крохотные семена, они в себе такой огромный потенциал. А, и ещё базилика семена тоже. И вот там жиры омега-3, омега-6 – это настолько необходимо для сердца и сосудов. Снижают уровень холестерина тоже в крови. И не дают образовываться тромба в сосудах. Поэтому семена полезны для здоровья очень, очень. Там витамины группы В защищают от кожных заболеваний. Говорят, вот у вас кожа хорошая. Кожа хорошая, потому что орехи я ем. И семена я ем. Вот почему. Там же кальций есть в рекордном количестве. А он полезен для зубов опорно-двигательного аппарата. Поэтому вот делайте вот такие вот вещи. Делайте как бы такое вот молочное желе, кисель и добавляйте туда семена побольше. Добавляйте туда клюкву, добавляйте туда клубничку. Всё, что у вас есть. Землянику, вишню. Вот это всё добавляйте туда. Либо просто с йогуртом. Закиньте в йогурт. Взбейте всё это. И употребляйте. Вы сейчас видите анютины глазки. Они тоже полезны. Незабудки. Такие как бы фиалочки. Тоже полезны. Пойдут. Можно туда добавлять календулу, лепестки. И очень хорошо добавлять ещё бархатцы, чернобрызцы. Вкусненько делать пудинг, деткам, с семенами чьи. Чтобы орехи и семена действительно приносили пользу, выбирайте негнилые. Перебирайте, пересматривайте, чтобы там не было ничего. Ну, а я люблю вас, здоровья вам, благословения вам. Пусть Бог оберегает вас, ваших родных и близких. И пусть Он благословит вас во всех, во всех, во всех сферах вашей жизни. И мудрость. Бог любит мудрых, дорогие мои. Бог любит добрых. Бог любит весёлых. И всегда говорит в Библии, радуйся. Радуйся. Просто радуйся. Радость тоже продлевает ваши дни. Помните. Пока-пока. И кто не подписался, подписывайтесь. Смотрите внизу. Внизу есть ссылочка на важные, дополняющие видео. Которые вам помогут. Там рецепт, как я делаю именно белковую приправу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok